Так, значит, еще раз всем привет. Меня зовут Алексей. Я, как вы догадываетесь, тоже работаю в компании Provectus. Работаю фронтенд инженером на проекте под названием Open Data Discovery. Если вкратце, то это каталог данных о данных. В общем, это дата каталог. Фронтенд стек проект достаточно стандартный. TypeScript, React, Redux, ничего необычного. И сегодня мы с вами побеседуем на такую тему, с которой, я думаю, сталкивается любое растущее React-приложение. Это долгое... Именно приложение, инициализированное из коробки с помощью Create React App. Это долгая сборка бандлов production. И сегодня мы обсудим то, как эту проблему можно избежать. На самом деле, эта проблема перед нами на нашем проекте возникла достаточно давно. И в первую очередь мы столкнулись не только с долгой сборкой в production, но еще и с долгим стартом development сервера и большим размером самого бандла. В первую очередь были предприняты меры по оптимизации достаточно стандартные. Это типа лейзи-лоудинг, выпиливание ненужных пакетиков, дополнительное внимание к трешейкингу, внимание к импортам. И в целом это принесло на тот момент достаточно неплохой результат. Нам удалось снизить размер бандла, в первую очередь, размер бандла примерно на 20%. Ускорить время сборки в production примерно на 10%. И я такой думаю, блин, ну что, работа проведена, результаты есть, достаточно неплохие, но время идет, проект растет, и от недавних неплохих результатов не осталось и следа. И поэтому пришлось затронуть эту тему вновь. И на данный момент мы уже пришли к более радикальным методам. И в частности, я думаю, что нам нужно вообще в принципе пересмотреть наш стандартный сборщик, который идет в пакете с Create React App, то есть React Script. А раз нам нужно пересмотреть, какой мы хотим использовать сборщик вместо него, то нужно, наверное, сформулировать критерии для выбора будущего решения. И критерии, соответственно, у нас были в первую очередь, это ускорение времени сборки в production, уменьшение размера бандла, ускорение времени разворачивания девелопмент сервера. И каким бы Create React App ни был медленным, но тем не менее он предоставляет себе очень удобный для работы функционал. Типа всякие линтеры, TypeScript чекеры, тестирование и тому подобное. Поэтому хотелось бы сохранить этот удобный для работы функционал. Перелопатив гору материала в интернете, изучив опыт других коллег и современные всякие штучки-дрючки, я пришел к выводу, что следует выбирать из двух на данный момент современных модных продвинутых сборщиков – это Snowpack и Bit. Что же они умеют? Они оба, у них прекрасно реализованы девелопмент серверы с hotmodel и replacement. Они работают просто отлично, прям супер быстро. И добиваются они этой работы за счет того, что в отличие от веб-пака и ему подобных сборщиков, они не бандлят в режиме девелопмента приложения. Они разбивают его на модули и подтягивают необходимые модули, ну, когда это необходимо. А hotmodel и replacement позволяют обновлять только те файлы, ну, соответственно, в которых были изменения. И как раз по этой причине в девелопмент режиме в консоли разработчика можно увидеть кучу названий, кучу файлов с названиями ваших компонентов и, соответственно, расширениями, там, TypeScript или JavaScript. Но если говорить о сборке в продакшн, то тут уже не так все очевидно, и конкретно у Snowpack нет никакой дефолтного инструментария для сборки в продакшн. То есть для этого необходимо устанавливать дополнительные плагины и производить ручную настройку. Сами создатели Snowpack рекомендуют использовать веб-пак или roll-up. Но у Vita в данном случае прямо из коробки идет конфигурация для сборки в продакшн, и она основана на roll-up. Что же касается инструментов для работы, ну, как я говорил ранее, всякие линтеры, чекеры и тестирование, то тут тоже все, к сожалению, не очень просто. И для каждого из этих, для каждого функционала, который нам будет необходим, нам придется все-таки установить плагин как для Snowpack, так и для Evita. Если мы говорим о проверках ES-линта, то у Snowpack этот плагин, он не умеет линчить на лету, то есть он просто выполняет те же самые скрипты из пэка джейсона, что бывает не очень удобно. Для Evita есть плагин, который умеет линчить на лету, и это прям супер. Если вы используете Jest как инструмент для тестирования, то у Snowpack'а Jest встроен прямо в эту коробку. У Evita ничего такого нет, но если хочется заморочиться с Jest, если вы используете Jest, то его можно настроить, но приходится, конечно, поговоряться в настройках. И лично у меня возникали проблемы именно с транспилированием файла. Но если вы все-таки выберете вид для своего проекта, я рекомендую присмотреться к их собственному тестинг-фреймворку, который называется Vitas, тоже очень быстрый. Я, честно, сам его все не ставил, но людей почитал, прям супер-пупер штука. Ну и если вам необходима поддержка каких-то legacy браузеров, то есть транспиляции в какой-то старый Common JS Code, то тут тоже придется установить плагин. Оба инструмента, они достаточно похожи друг на друга, и они честно работают оба очень хорошо. Но по итогу я остановился на решении, что я буду использовать вид. И это решение я принял, исходя из следующих причин. Во-первых, это не надо ничего настраивать для Build of Production, потому что на самом деле это головная боль. У Vita есть дефолтный конфиг, при необходимости его можно расширить, и под специальные задачи вы можете его использовать. Ну и, конечно же, еще меня задело минимальное необходимое количество плагинов, которые нужно установить для работы того или иного сборщика. У Vita их всего три, для Snowpack'а нужно установить минимум шесть. И я думаю, каждый тут со мной согласится, что лишние пакетики в проект тащить вообще не вариант, особенно с учетом последних новостей, когда кучу всяких вредоносных малваров находят в пакетах, типа каждый раз проверять пакет еще на безопасность, ну такое себе. Итак, вид. Приступаем непосредственно к самой миграции. Изначально нам нужно будет провести небольшую подготовительную работу, которая в первую очередь связана с настройками TS-конфиг. Этого требует сам Vita, а если быть точнее, этого требует ESBuild, который Vita использует у себя под капотом как сборщик. Первый параметр обязательный – это Isolated Modules. Нам его нужно включить, и это связано с тем, что ESBuild компилирует файлы изолированно, то есть он по отдельности каждый файл компилирует. И ESBuild не может понять, какие имена именно к нему импортируются, то есть это типы или значения. И по этой же причине нам по проекту нужно будет заменить все экспорты и импорты на типизированные. Следующий параметр – это ESModuleInterop. Он тоже связан с старым еще поведением транспиляции кода из ESM в CommonJS. И включение этого параметра отключает некоторые функции компилятора, из-за которых могут возникнуть непредвиденные ошибки. И опять же нам придется поработать с импортами и заменить все обычные импорты на импорт всего из для функций каких-то объектных значений, импортируемых из модулей CommonJS. И наоборот, если мы импортируем какие-то non-object values, то нам нужно просто писать импорт, а не импорт вместо всего. И также, если вы используете алиасы для TypeScript, то нам нужно их переписать просто на новый синтекс. Но тут типа не особо много работы. Следующим шагом у нас будет непосредственно установка всех необходимых пакетов и плагинов. Я руку поменял. В первую очередь нам, конечно, надо будет установить бит. Меня хорошо слышно? Что-то как будто прерывается. Ага, спасибо. Далее это чекер для TypeScript типов, плагин для линтера, пакетик для разрешения путей с TS-конфига и непосредственно плагин для работы, ну, для того, чтобы подружить вид и React. Следующим шагом мы заменяем скрипты в пакет JSON. Ну, тут типа вообще ничего необычного. Дальше мы берем файл индекса HTML из папки public и перемещаем его в рутовую директорию проекта. Этого тоже требует вид, потому что вид использует этот файл как точку входа в проект. И, соответственно, в этом файле нам также надо будет указать путь к нашему TypeScript коду. Мы можем сделать это с помощью модуля. Ну и, как вы помните, в React-приложениях в индексе HTML везде болтаются строки public URL, но вид теперь умеет перебазировать пути автоматически, и поэтому мы можем все вхождения этой строки заменить просто на слэш. Следующим шагом у нас, значит, идет сам конфиг видом. Для этого нам нужно создать… А, блин, извиняюсь, еще не конфиг. Еще не конфиг. Нам нужно сначала типы для Vita импортировать. Для этого мы создаем файлик вид.inf.dts, кладем его рядом с нашим индексом TSX. У меня, например, он лежит в парке. И здесь мы, значит, импортируем вот эти необходимые типы, и при необходимости мы описываем интерфейс для n в переменных. Все n в переменные у Vita начинаются с префикса vid. Ну и вот в конечном итоге мы переходим к самому конфигу. Он достаточно простой. Мне, к сожалению, пришлось его на две картинки разделить, просто для читаемости. Создаем также в рутовой папке проект файлик вид.config. Импортируем из Vita функцию define.config. Так как конкретно в моем случае мне необходимо в config.inf переменные прокинуть, то я для этого еще использую функцию load.inf, которая также идет в комплекте с Vita. Здесь я описываю параметры для development сервера. В частности, я описываю параметры проксирования. Это необходимо только конкретно в моем... Ну, не только конкретно в моем случае, но типа без этого можно обойтись и просто запустить приложение без этого конфига. Конкретно в моем случае мы просто таким образом запросики на PkN перенаправляем. Дальше мы, значит, обозначаем дефолтные плагины. Это плагин для работы с React и разрешения пути из TS-конфига. Указываем сам дефолтный конфиг. Тут вообще все просто. По сути, одна, две строчки плагины и указание директории, в которую будет складываться production build. Ну и в конце, в зависимости от режима разработки, там development или production, я прокидываю те или иные конфиги. Например, в development я не использую те же проверки линтера и проверки типов. На этом настройка Vita на самом деле завершена. Типа как будто бы супер все просто, но на самом деле приложение уже можно запускать. Ну и даже уже на этом этапе можно полностью удалить пакет React Script. Больше он нам вообще ни в коем случае не понадобится. Что по результатам? Значит, я привожу на этом слайде сравнение по результатам холодного старта development сервера. Как можно видеть, время существенно уменьшилось. Также эта локальная сборка в production уменьшилась время у нас в два раза, что, по-моему, тоже очень превосходный результат. И сам размер бандла уменьшился тоже на 60%. Это в том числе за счет того, что Vita умеет правильно складывать dependency. По-моему, это просто супер превосходный результат. Работать прям вообще сейчас сказкой. Не знаю, все мои коллеги, кто так или иначе фронтенд собирают, они прям рады тому, что билд теперь собирается быстро. Ну и на самом деле миграция на Vita не составляет больших сложностей, а для новых проектов есть широкий набор готовых темплейтов. Ну и в конечном итоге я могу только зарезюмировать то, что в результате проведенной работы на Vita мы мигрировали чуть больше месяца назад, и за все это время я только работаю и радуюсь. Как бы это странно не звучало. Но тем не менее, поставленные задачи мы выполнили, а именно увеличили скорость сборки в продакшн, уменьшили размер билда, увеличили старт девелопмента, ускорили время старта девелопмента сервера, и сохранили удобную нам функциональность для работы, включая там все TypeScript чеки, линтеры, тестировщики, ну и кучу еще всего по необходимости сюда можно прикрутить в дополнение. Поэтому лично я Vita рекомендую. Ну и на этом мой доклад подходит к концу. По ссылке вы можете ознакомиться с исходным кодом проекта, еще раз внимательно изучить конфигурацию нашего приложения, ну и также поставить звездочку. С радостью отвечу на ваши вопросы, либо сейчас, либо по завершению мероприятия. Спасибо за внимание.